Панк-студия Коробок представляет и интеллектуально пополняет свои знания о Средневековье. Мы же в средневековой таверне. Да, да, да. Весьмах – это Средневековье. Да, это Средневековье, да. И тут Netflix заплакал. Между прочим, я вот смотрю, здесь посуда взята в самом аутентичном магазине для реконструкторов – Simuland. Удачно. Хорошо не в Дон Джоне. В Дон Джоне там. Ой, когда ты произносишь слово «Дон Джон», тебе сразу наценка 15%. Ты понимаешь, как бы мы рекламируем только варгершоп. Да, только варгершоп. Варгершоп, да. Сейчас выразить. Это была реклама варгершопа и Василия. Да, да, да. И с вами сегодня Максим Игоревич. Василий Михайлович. Всем привет. Юрий Пошипанов, который делает нам красиво. Красиво, аутентично, средневеково. Настоящий министрель. По-другому я сказать не могу. Вы просто гляньте на его пятнашный шмот. Сомнительная личность. Сразу, да, что-то попайкивает. Ярослав Исаков, который нас снимает для того, чтобы это все было выслано на Ютуб. Нас могли видеть другие люди. Да ладно, в Ютуб. Ты 100 пудов на Бусти сначала выложишь. Ну, естественно, сперва на Бусти. На OnlyFans. OnlyFans в России не поддерживается. OnlyFans в Лавке не переводят больше. Так что только спонсору и Бусти. Да. Да. Платят налоги, между прочим. Да. Мужики плавающие в бассейне в костюме Барата. Это все это выигрышный вариант. Надо делать. Я... Я... Я отказываюсь в этом участвовать. Надо делать. Надо еще Вальтера брать. И он будет рассказывать. Значит так. Бани в средние века. Все. Да. Да. Дорогие друзья. Итак, мы продолжаем наше вечернее шоу. Просвещение о жизни в средневековье. Вы можете нас смотреть утром, днем, вечером, ночью. Кстати, последний выпуск, когда он набрал 1500 просмотров за ночь. Вот это я, блин, охренел. Ну, Владивосток подключился. Это, наверное, потому что обложка была классная с надписью Тренаха для людей и так далее. Да, 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 да. А, спасибо, что смотрите. Итак, а в чем сегодня? Начнем с... Анекдота? А, ненького анекдота такого. Черт. Разговариваю двое друзей, один к другому говорит. Представляешь, мне тут Васька рассказал, что у него фирма на тысячу человек и все Паши врет. У него просто улей. Ааа. Так вот, сегодня мы поговорим о работниках. Мы возвращаемся в ремесла. Слушай, мы давно с тобой ремесла не писали. С соктября прошлого года. С соктября прошлого года. Между прочим, людям интересно. Ну, между прочим, я успел записать цикл лекций про ремесла Парижа. Здесь ссылка. А еще я освоил эти ваши богомерзкие шорцы. И записал их уже штук пятьдесят, наверное, про ремесла. Считать целая лекция. И это. Лешка-то не говори. Шорцы это, между прочим, двигатель нашего канала. Да. Обратите внимание, что на общем канале шорцев про ремесла меньше. Потому что основная часть лежит у меня на канале. Вот так. Ну что ж, ладно, продолжаем рассказывать про ремесла. Сегодня мы окунемся немножко в мир мафиозных разборок. На улицах, за права вывоза мусора. Опять ныряем в план Сопрано. Ты серьезно? То есть, мусор тогда еще деньги приносил? Не просто приносил, там даже говном торговали. Ух, ху. Простите, удавление. На самом деле даже говно собирали, мочу собирали. И цех сборщиков мочи был. Вложился в говно. Поднялся на моче. Всем приятного аппетита. Мы знаем, с чего начать нашу историю. В Средневековье? Да. Есть вообще такая ситуация, что мы писали-писали ролики маленькие, в которых я рассказывал про ремесла И в последних, по-моему, пяти или семи роликах какое-то огромное количество вопросов Про кожу, обувь и про деление, собственно, этих цехов Ну, время пришло Мы будем говорить о кожевниках? Не о кожевниках, мы будем говорить о ремесленниках, производящих разные изделия из кожи В общем, мы будем говорить о... Эй, парень, ты ошибся дверью Кожевниках обувщиков с двумя кварталами лига Там есть самая интересная ситуация, что если сейчас мы приходим к мастеру Сшей мне тапки на тренах, он тебе шьет, любые В общем, так нельзя Понимаешь, так нельзя было в Средневековье Можно мне однако-то рассказывать, что в Средневековье это очень дробное деление Если один мастер сосредотачивает в своих руках большой объем производимых типов товаров Значит, другие лишаются работы А этот мастер гад богатеет А это недопустимо Он должен зарабатывать ровно столько, чтобы хватало На еду, на детей, на жену, на учеников, на подмастерьев и на собаку Ну, может быть, за три года накопить себе на новую котту А самое главное, чтобы хватало заплатить все налоги, которых было очень много И вот в этой сложной ситуации было просто необходимо произвести деление Для того, чтобы обеспечить работой всех горожан А кто такие горожане? Это люди, которые владеют собственностью на территории города Человек, который приехал в городе и арендует площадь Лимита поганая, да? Он не имеет статуса горожанина И не имеет права голоса Должен платить больше налогов Не имеет права заниматься ремеслами, если не заплатил за них и так далее То есть не было такого, мол, типа, понаехал кто-то в Париж И уже на второй день там смузить ее Ты уставал от лимиты, да? А теперь рассказываем офигительную историю из 13 века Средниково, Париж Спокойные улицы По городу ходит городское ополчение в виде городских стражников И, в принципе, следят за порядком И тут граждане-стражники, которые были присланы Отслужить количество дней и ночей в страже Из цеха изготовителей низких башмаков на двух пуговицах То есть прям отдельно был цех изготовления именно башмаков на двух пуговицах И можно было на одной или на двух делать То есть у них две в игреке И линейка размеров И так вот, эти граждане идут по улице И видят какого-то Англичанина Который стоит, разложил лоточек И торгует тапками на двух пуговицах Ну, во-первых, что происходит Один, который это видит Подбегает и просто без разговоров Начинает вламывать Второй Бежит срочно на улицу И орет, короче, что наш их бьют И набрушен бизнес Прибегает толпа и человек, который уже лежит Отмудоханный годындагом Получает еще сильнее Все, что там есть, забирается Забирается этот гражданин Упаковывается и тащится в магистрат И только потом в магистрате будут у него спрашивать Есть ли у него лицензия на продажу ботина Да, такие нюансы случались Потом, конечно, стражу немножко воспитали Сначала спрашивали, а потом били в рыло Бандитский Париж какой-то прям Нет, ну на самом деле все было очень строго И по факту люди, которые прибывали от цеха отбывать работу в страже Работу в ополчении Они прекрасно знали, кто на их территории А Париж это их территория Мог торговать ботинками на двух пуговицах И, в общем, если они видели человека, которым они не знают Они его реально сразу мудохали и тащили в магистрат В магистрате разборки Бумаги нет на разрешение? Нет Уплаты взносов? Нет Нет Купил право торговать? Не купил Значит так, штраф То, что тебя избили, это правильно Как и должно быть Весь товар изымался И знаешь, что с ним делали? Так Сжигали Тихо себе Зачем? Добро пожаловать в волшебный мир средневековья А потом такие вспоминаем Таможню в России Что они делают с лицензированным товаром Ну да Между прочим, сейчас все, понимаешь? Принудительное лицензирование, параллельный импорт А это другое, понимать надо Это уже другое понимать Да Ну вообще, слушай, мне это напоминает одну историю Давай Одну историю такую По поводу вот именно как-то рассказал То, что Как бы пришли, вломили, все Немного не связанное с этим Работал в охране У меня знакомый Причем на военном объекте Я сам из военного городка И там была Вот И там была такая ситуация То, что Предложили знакомому Слушай, у нас тут это Проверка охраны должна быть Типа Тебе нужно Принести Макет Допустим Бимбы Ну бомбы, грубо говоря Которая тебе крепится на груди Вот Просто Ничего не будет Не волнуйся Просто попытайся пронести Он деревянный И так далее И происходит Какая ситуация Человек Подумал, что На него дали Такую ответственность Он пришел в красивом Белом Чистом костюме Прекрасный осенний день Вот просто Здесь пришел Все нормально Люди проходят Показывают пропуска Проходят вот этот вот Турникет И так далее Вот Он, естественно Тоже проходит Сделает пропуск Проходит Охранник Молодой парень Любящий Хардкор Нью-Йоркской школы Видит незнакомый Чувак в белом костюме Первое, что он делает Это вот так вот Извините Докоснулся Вот так И чувствует Что-то там деревянное И второе действие Что он делает Это дает ему вторец И выводит на улицу В белом костюме Его ломают в луже Просто там Ламывают Начинают там Заламывают руки Говорят Вызывай ментов Там все службы охраны И так далее А мужик согласился Просто проверить охрану Но самое главное Никаких обид не было Он просто не знал Что так будет Нет, подожди Охрану он проверил? Проверил Да, да, да Охрана отработала 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 Гост того Как вещь должна быть сделана Причем каждая вещь Если пуговица То две Качество кожи Такое-то Кожа не должна быть старой Да А если гражданин Изготовитель Ботинок на двух пуговицах Возьмется починить Ботинки на двух пуговицах И это спалят И вот Мудохают Да Потому что был цех Людей Которые занимаются Починкой Ботинок на двух пуговицах И это их работа Это вы знаете Это вот крайне забавно Альтернативные историки Мол В средневековье Не могли ничего ковать По той причине Что не найдет Как они утверждают Не найдено Ни одной наковальни Во-первых Наковальни Это деньги Это огромные деньги Хотя они найдены Не найдены Это сокровище Найти брошенную На рабочем месте Наковальни В средние века Это огромное сокровище Звобо говоря Для археолога Во-вторых Открыть Он просто Люди Как будто бы Они письменные источники Игнорируют Открываем статуты Какого качества Должны быть инструменты Какого размера Должны быть наковальни Какое количество инструментов У тебя должно быть обязательно Да Это очень важный момент Именно Но зачем Самое главное Еще ты открываешь Как бы статуты И там видишь У кого Сколько Это не во всех Не во всех статутах Ты должен покупать материалы Понимаешь Цех обязывали Обеспечивать работы Другой цех Который производил Расходники Да Ну например Кожу Кожа Это не везде Но мы будем Тоже сейчас разбирать Вообще Вот просто понять Я сделал Выборку Даже Не всех Ремесел Которые связаны С кожей А теперь Давай поехали Просто разбираться Чтоб ты сейчас понял Накал Страсти Изделения Вот перед этим Слушай Мы находимся В лифтоверне Дяди Герой И вопрос То есть получается Что все торговцы Что есть В Зеселеде Дедьмак Их бы отлупили За то Что они делают Смотря какие торговцы То есть смотри Есть торговцы Которые санкционированы Местным магистратом То есть Как всегда Есть магистрат Есть Жители его наполняющие Есть градообразующие предприятия Если кабачик Занес деньги в магистраты Заносит их регулярно То есть Он каким-то образом Купил право Расположить Там Свой кабак И вести дела Все Для них проблем А вот если торговцы Которые понаехавшие Вот Понаехавшие торговцы Вот тут уже другой вопрос Если они понаехали И занесли Денег Все хорошо А если они занесли Можно ему дохать Ну там например Был портной Который троповать Любил и переодевался В женские костюмы Вот Он имел право Такой ассортимент Делать в средние века Все зависит от того Что какой он Как там Смотри Он мог например Приехать И торговать Какими-то конкретными предметами Которые перечислены Во въездной Таможенный Накладной Да Понятно А вот сверх нет При этом он торговец Он должен иметь Лицензию торговца А не лицензию ремесленника Ага То есть для себя Он вещь может Чит и носить А вот продать ее Если его спалят За этим делом Уже можно наворачивать На годендаг человека Понятно Так ну давай Начинаем Так вот поехали Смотри Изготовители кожаных футляров И ножен И они делали только это И еще там пару мелочей Но основное Это футляры и ножны Дальше Изготовители Кошельков И он делал кошельки Кошелечки Дальше у нас были Парижские шорники Парижские изготовители Сбруи И ордонанс Об их ремесле Устанавливался Строгий очень ордонанс Дальше были Кожевники Которые как раз Да, нормально Да, дальше были Сапожники И Ну как бы Это не очень правильно Русский перевод Как же Произносится так Кардонарис В общем Короче люди Которые изготавливали Сапоги высокого Сапоги высокого размера Дальше были Сапожники Делающие Низкие башмаки Которые просто Чпок Одел И все То есть без пуговиц Дальше у нас Выделяют например О сапожниках Починщиках То есть Таревщика Которые ремонтируют Обувь И только они Имеют право Ремонтировать Сапоги Это очень важный момент Дальше Что у нас было Например Парижские Ременщики Их подмастерие И ученики Соответственно Коллектив Такой творческий Были например Перчаточники Ну и соответственно Дальше были Изготовители Обуви Из софьяна То есть Вот эти вот Как раз Кардониры Они изготавливали Из софьяна Ты знаешь Что такое софьяна Честно говоря Я слышал это слово Слышал Только Ну понимаешь Это особый тип кожи Которая стоит Дальшеных денег Ну вот например Софьян Опа Вот это софьяна Это кожа Софьяновая Если ты потрогаешь Изнутри Она очень мягенькая Она очень дорогая Именно поэтому Ты в ней хранишь Свои очки Да Конечно Сделал мой друг Кожевник Слушай А вопрос А зеленая краска Кожи в тренахе была Такую Да Такую можно получить Индиго И пижма Так погоди А черные пояса Черные пояса Они делали Зачем Ну черные Черная кожа Ну понимаешь Покрасить ее можно Но она сильно красится Понятно То есть И опять же Ты же берешь Обычно кожу Ее ващишь И она выглядит Как черная Понятно То есть Ты хорошо ее заващиваешь Она становится черной кожей Я сейчас соответствую Ну опять Нужно напомнить Что 13 век Это очень яркая эпоха То есть Как там Покажут ее в кино С медиулофильтром Детонный Грязи Грязи Точно Спасибо Грязи Грязи Дегтя Вот этого Всего и несчастья В глазах Смотри Рассказываю Историю моей боли Поехал в кино Сниматься Приезжаю в кино И я познакомился С двумя людьми У которых две функции Один это Человек У второго Есть поливинилизатор С жидкой грязью А другой Чувак Который с совком И он с сухой грязью Это их Работа Это чуваки Которые Когда их делал Так Медиулофильтр Они подбегают Начинают тебя Вот этой дренью поливать Мне понравилось Тем более Если вспомнить Опять-таки Детражи Триношные То какие Краски Яркие Опять же Мы делали с тобой Ролики Которых я показывал Как выглядели церкви В 13 веке Вероятно яркие Просто Яркие Слова Мне кажется Там Рождество Как раз Именно Которое придумал Французский-азийский Там просто С такой Помпой проходило Самое интересное Что Сохранилась В Чехии По-моему Одна церковь Которая ты заходишь Внутрь И там вот эти статуи На которые мы все Очень внимательно Которые мы изучаем Для источников Вот Иногда по одному Иногда коллективно Они все Раскрашены И там еще Сохранились Эти цвета И видно Вот это вот Зеленый Красный Синий Ну главные цвета Которые использовались И выглядят Просто шикарно Желтые еще Желтые То есть Четыре основных цвета Итак Возвращаемся К нашим Замечательным Ремесленникам Кожевникам 13 века Итак Например У нас есть Изготовители Ботинок И для них Есть определенные Требования С одной стороны Вроде бы Все понятно Вот ты берешь Ботинок Берешь кожу Раскраил кожу Взял нитки Сшил ботинок Продал ботинок И тут тебе Приходит гражданин Такой Говорит Что-то дорого Ты такой И Он говорит Давай короче Ты возьмешь Не Софьян А простую кожу Но сошьешь По этой выкройке И мастер такой Ну ладно Давай сделаем Мастер делает тапки А это контрольная закупка Вот А это контрольная закупка То есть ему Кадан Дагом В лицо прилетает После того Как он сдает Он сдает эту вещь Тут же выходит Трое проверяющих Подходит к человеку Который купил Дай их посмотреть Смотрят Сколько заплатил Столько-то Вот тебе деньги Пошел нафиг Подходит к этому Чуваку Это че? Предъява И мастер начинает Выкручиваться Его тут же Берут И ведут К главному мастеру цеха Либо в городской магистрат И говорят Что этот гад Не соблюдая статуты Пункт 523 Под пункт ДГ Шовчик сделал неправильно Грубо говоря так Человеку Во-первых Вещь сжигают Выставляют гражданина На штраф Который в целом В среднем Равен Месячному Доходу Мастерской Охренеть Полное попадало А еще при этом Как бы Рейтинг понижен Репутация Короче То есть Рейтинг на Яндексе Понижен до тройки Заказов нет Соцрейтинг понижен Там не знаю Нефритовые стержи Недоволен Отнимаем у тебя Социальные кредиты Да Социальные кредиты Там бургундская жена Вот это все Жена начинает пилить тебя Вдвое сильнее Но на самом деле Там последствия Больше бы За тавернщика Вышло Им хотя бы Налоговые льготы Дают Самое интересное Что выходила Следующая большая проблема Когда мастер нарушал Статуты Первое Чем его наказывали Это деньгами Ну во-первых Он платил штраф Деньгами наказывать Самое то И самое эффективное Кроме того Что он заплатил штраф Он терял деньги И впоследствии Терял тем образом Что во время Распределения Общего заказа На цех Он получал Последнюю очередь Или получал Самую херню Которую никто не хотел делать То есть Снаряд на Гальюн Фактически Понятно То есть Интересно Что при Например Праздники Цеховом Его сажали В углу стола В общем Ну то есть Понимаешь Показали Всячески Что гражданин Нарушил Слушай Ты же делаешь Это Извини пожалуйста Что перебью Ты же делаешь Именно Цеховых Тоже И именно Вот я сейчас К этому Подкрадываюсь Мне вопрос А вы делаете Цеховой пир Ты вот Все спойлеры Делаешь Заранее Прям Ну ладно Ну на самом деле Цехового пира Скорее всего Не было Но Был праздничный ужин Например На Рождество Скорее всего Это было так Или на Несколько дней Святых Первое Что Нужно понимать Чтобы реконструировать Хотя бы просто Цеховой ужин Надо довольно Большое количество людей Чтобы это сделать Правильно Самое главное Большое количество Инвентаря А самое главное Тебе нужно Сделать Еды Два типа Одну еду Для уважаемых Людей из цеха А одну еду Для тех Кто эту еду готовил И для Учеников Что-то мне Знаешь Мне это Японскую Как-то Вот именно Унагоги На самом деле Нужно понимать Что с Легневикой Отличается Во-первых Тем Что люди Очень много Работали И самое главное Чем ты выше В иерархии Чем ты больше Работаешь Не надо Думать О том Что если Подмастерие Ты работаешь Больше мастера Обычно Мастер работал Больше ученика И больше Подмастерия Во-первых Потому что Если ты мало Работаешь Ты какой-то Гниловатый Гражданин Зазнался Тем более Тем более Ты мастер Ты должен Быть Примером Ты первую очередь До раскулачивания Начнем с того Это как бы Укрепляется Вплоть до 15 века Пацаны тебя уважать не будут Ты понимаешь Ты против завода идешь Во-первых Ты должен одеваться скромно То есть Ты одеваешься По одежду Хорошую Но скромно Красивая скромность Как никак А вот Красивую одежду У тебя должна быть То есть Вдруг тебя вызовет Король Вдруг тебе надо Представить Свой Цех В магистрате Это Знаешь Что-то мне напомнило Как Кулстория Такая была У меня Друг учился В Мгупи Или где-то там И так далее И грубо говоря Тамошний Преподаватель Ездил на иномарке Но На парковку Своего института Он недалеко парковался За парковочкой Недалеко Садился в девятку И приезжал на парковку Института Скромно выглядит Но все знали Что у него иномарка Знаю Я так История Из моего прошлого Там Про Неких граждан На службе общества Которые так же Меняли Транспортные средства Все нормально У нас технические неполадочки Ярик Успокойся Спокойней Она ушла Ярик И там Начинается монгольская пения Короче И разносится Да 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 Продолжаем разговор Так вот Интересная ситуация То что Мастер работает Больше всех в цехе И Например Смотри Мы реконструируем Средневековое Ателье То есть Обращу внимание У меня там есть Четыре или пять комплектов На тренаху На разные социальные группы Потому что это интересно И можно моделировать Разные ситуации Но основная часть То что я делаю Городское ополчение Городского мастера Я делаю мастера цеха Средневекового ателье Я делаю портного Во-первых Я умею Кроить Шить Я шил костюм Сам Я Я за эту неделю Столько шмоток Раскроил И сшил Как за два Последних года На подготовке К фестивалю Тут у нас просто Блин Там цех фигачит На все деньги Между прочим Ты мне еще скрутки Сделал Просто Офигительные Я тебе за них еще должен Да Так вот Я реконструирую Мастера цеха У меня есть комплект Богатой одежды Например И есть Комплект Повседневной одежды Обращу внимание Что Вот если бы я вот сейчас Сюда пришел Например И оделся какие-нибудь В мега-дорогое стукно В шок Это что вообще такое Пацаны не поймут Пацаны не поймут А вот некоторые Реконструкторы Так вот делают Они шьют один щелковый комплект И ходят везде в нем И в сортир И к костру И на пир Да Ну вот у меня например Комплект Пацан плюс Грубо говоря У меня нет Ни сукна Ничего такого И цвета у меня Такие себе На самом деле То есть на самом деле Нужно понимать Что сейчас у нас с тобой Здесь просто Собирательные образы Да Условность Тринаха Четырнаха Пятнаха То есть Наша задача в чем Сейчас мы просто задаем Атмосферу Создаем атмосферу И вот в стадии Гоя Например Если бы я делал Как мы будем реконструировать На фестивале Тринадцатый город Какой-то цех Например Цех средневкового ателье Тогда я буду одеваться В повседневную Рабочую одежду Да Но она из сукна Потому что я мастер Я могу себе это позволить Но при этом У меня есть еще и одежда Которая специально Защищает мою дорогую одежду Ну то есть Мы одеваем Ус с капулярией Он же бразник Накидка такая При этом Например Если я Собираюсь отправиться На войну У меня есть Специальная накидка Это мой Казарм Да Который тоже сделан Из дорогой ткани Он сделан Специально для войны Если я отправляюсь Например Куда-то на пир Я могу одеть сверху Сюрку Достать шапку Одеть там пояс Достать перчатки И так далее Небось беленькие Такие перчатки Да не обязательно Просто Вот как бы Ты добавляешь Какие-то элементы Которые показывают Что ты можешь Себе это позволить Но Ты используешь их место И вот здесь В средневековье Было то же самое И вот Наши кожевники Прекрасные Собрались Плохого мастера И поставили его в очередь После этого Происходит Следующая ситуация У нас Приезжает Внеплановая Камеральная проверка Всего цеха Объясню ситуацию Любой цех Должен был поддерживать Строгое соблюдение Качества Производимых товаров То есть Человек мог прийти И запросить Вещь Высшего Качества Чем указано В статуте Но не ниже И такое изготовление Было Согласовано Во-первых С мастером А самое главное С человеком Который занимался Контролем работы Цеха То есть С третьей стороной То есть Юрист Нет Не юрист Это был просто Назначенный Выбранный Смотрящий Мастер из цеха Который выполнял Просто эту обязанность Он приходил Проверял Что вещь действительно Будет качеством Выше Но не ниже И то Что за работу Будет внесена Справедливая плата То есть Цена не будет Ни заниженной Ни завышенной Это очень важный момент То есть Сверх наживаться Не позволяли Вот И опять же С этого Должен быть заплачен Налог повыше Больше заработал Больше заплатить Вот Платить Самое интересное Иногда Самое интересное У нас случались Такие ситуации Средневекой Вот у нас есть Цех чуваков Которые делают Тапки на четырех пуговицах Условно На соседней улице У них живет Цех Который занимается Изготовлением Например Сапогов из Софьяна А вот Через пять Улиц Есть Цех Который занимается Изготовлением Ботинок На четырех пуговицах Четыре 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 пуговицы Да И тут случается Такая интересная Ситуация Я венецианец И не умею считать Давай танцевать Один-два Много И так случается На следующей ситуации Внезапно Городской Магистрат Куда-то Свинтил Оставил пару Смотрящих И уехал Корпоратив Короля в городе Тоже нет Корпоратив Уехал Король уехал Из города Там цеховики Наматываются На балы Вот это все В общем все Свинтил И Начинается Следующая ситуация Цех Изготовителей Тапок на четырех Пуговицах Хочет Например По какому-то Формальному поводу Поделить рыночек Опа Недопустимое Ну во-первых Они в первую очередь Отправляют Мелкого Который Начинает Что делать Баковать Как обычно Детишки Детишки Наши любимые Детишечки Ссылочка Семь выпусков Пожалуйста Смотрим Семь часов О детском насилии Там часов Пять с половиной Ну ладно Семь выпусков Ладно В общем короче Отправляют Начинается Какой-то конфликт Наших бьют Наших бьют Пацаны собираются Воружаются Годендагами Мы сейчас говорим Про профламандские Цеха И из цеха С четырьмя пуговицами Они идут на улицу В цех Где готовят Тапки на двух пуговицах И блокируют Входы на улицу И начинается Противостояние На улице Где идет Отличный фестиваль Пацаны бугуртятся Но случается ситуация То есть там прям Вход идут аргументы Ну они здесь Годендагами Ну да Мудохают Прям мудохают Нормально Как бы парни вооружились А нужно полный мэн Что городские цеха Они все Обязаны были Высылать определенное количество Вооруженных людей Вооруженных По списку вооружения В городское ополчение И в городскую стажу На дежурку Да Для того чтобы дежурить На своем районе То есть парни умели Владеть аргументом И знали что шлем Это защищать голову От аргумента То есть парни одевались И начинался нормальный Пацанский фестиваль То есть там пивас подтягивали Там шашлыки Строи менялись В общем процесс шел С переменным успехом И тут парни на двух пуговицах Начинают всасывать Так Что мы делаем Мы хватаем мелкого пацана И перекидываем его через дом На улицу Где живут ременщики А если они живут рядом То скорее всего Кто-то где-то Кого-то любил Женил Родственники Да И пацан говорит Тактической задачей Нужно отбить Тыловые ворота На улицу Пацаны такие Ооо Булгурд Не на нашей улице Быстро одеваются Усылает отряд Вламывают пацанам На той улице Открывают проход И вот заходит Группа поддержки На улицу К людям Которые шьют тапки Из двух пуговиц И дальше Они коллективно идут Мудохать граждан Которые Шьют ботинки На четырех пуговицах И пытаются Отжать рынок людей Которые шьют ботинки На двух пуговицах Ты понимаешь Ты сейчас концепт Вот действительно Неплохой игры Была Была раньше Действительно Неплохая игра Симулятор футбольного фаната Забыл как называется Ну там действительно Тебе нужно было Набирать людей Тебе нужно было Накачивать их Постоянно кричать кричалки Собирать кирпичи Кидаться ими В клопах И тому подобное Прикинь То же самое В средневековой Внутренде Это было бы круто Я бы в это играл То есть Понимаешь Это абсолютно простая ситуация Которая в средневековье Становится просто Очень важной В районе Городов Где концентрируется Именно по цеховому Призванию Клуба ремесла Опять же Мы понимаем Что по факту Рынок они поделить Не смогут Потому что Магистрата нет А распределяет Объемы магистрата Опять же Главы цехов Там договариваются Но что они могут сделать Во-первых Они могут лавки погромить Товары спортить Попортить Всякую фигню Типа Нового товара Разогнать Заказчиков Самое главное Руки Ноги Подбивать Мастерам Идти Выйдут И строят На неделю На месяц На два Интересно Что такие ситуации Очень редко Заканчивались убийствами Начнем с того Что скорее всего Где-нибудь Во втором Третьем поколении Есть Девка Которую выдали В цех Любителей Тапок на четырех пуговицах То есть Они в принципе Там все были родневой Там Седьмая вода на киселе Но были роднёй И бугурты Это был у них такой Фактически Легкий спорт И развлечение И тренировка Ополчение Фактически Выходит Ну опять же Понятно Они там Подсирали Друг другу Там знаешь Там булочники Друг с другом Воюют Там проник на склад Подсыпал мелом Муку Ну да Спортил муку Тормознул производство Все такое То есть Там Накакал в кадушку С дрожжами Спорт И такой Фиксировали Драка пацанов Которые делают Калачики И делают Там батоны нарезные Это что Я бы посмотрел Наверное Зная то Что пекари Еще вдобавок Люди такие Мощные Как раз таки Потому что Месят булки Умеют Такую драку Я бы Такую драку Я бы посмотрел А прикинь Ты больше Годендак Да Скалку Но не умеет Работать Скалкой Зачем скалку Скалка Инвентарен денег Стоит Годендак Он сделал Бить людей Видел Кстати Реконструкцию Скалки Похоже Удачно Вышли Удачно Вообще Нужно понимать Что Например Какой-то Цех Мог Обидеться И не Продавать Свой товар Свои услуги Как с проститутками Было Именно так Ну то есть Как бы Ты приходишь Обижаешь В публичном доме Женщин Нехорошо Поступаем А потом Весь цех Отлучен Цеху Кожевников Не даем И в итоге Там начинается Настоящий Гочемучи Джебронни Аутфит До тех пор Пока мастер цеха Не придет И официально Перед юристом Не извиниться Были неправы То есть Нет Мне очень жалко Человека Из-за которого Как бы Это Происходит Я думаю Первым Отправлялся После этого По кругу Он После этого Там начинался Сущий кошмар В общем Всякие Средневековье Было жестоким Но интересным Да Вообще Нужно понимать Что все-таки Взаимодействие цехов Это Очень большая Внутренняя политика И Поддержка цехов Друг друга Была Необходима И по факту Они конечно же Рабочий люд Старался В некоторой степени Держаться Друг за дружку Старался Как друг друга Поддерживать Опять же Заказы Внутри города Все-таки Старались Распределять Внутри города Бывала ситуация Когда например Пребывал король Король готовится К каким-то серьезным Военным действиям Или какой-то Другой Знатный имя Гражданин Обладающий Деньгами Собирается Собирается Воевать Он приходит К магистру Магистрат Приходит И говорит Что ему Необходимо Встретиться С главами Там Пяти-шести цехов Которые Занимаются Например Одни занимаются Пошивом стелгана Другие занимаются Пошивом горжеток Третий Изготавливает Бацинеты Бацинеты Это сервильер Слово Бацинеты Используются В тринадцатом веке Это правильно Вот Изготовитель шлемов Третий делает Щиты Четвертый делает Древки для копий Он их всех собирает И говорит У меня есть Для вас заказ Тысяча триста пятьдесят семь Горжетов Там Пятьсот двадцать три Древка для копья Столько-то стрел Столько-то стегано И Мастера цехов Говорят Ну мы Вот За три месяца Можем сделать Только такой объем Он такой Окей Вот вам заказ На такой объем Дальше Магистрат А мы знаем Мастеров Из другого города Где наши Есть кореша И мы можем Написать им рекомендации И через этот магистрат Естественно За копеечку Происходил там договорняк И в итоге Не нужно было заказчику Ездить Мотаться По пяти городам Собирать А за него магистрат И его подручные Все это оформляли И все это свозилось В одну точку Причем Все это Было Одного Усредненного Качества И Все вот эти заказы Распределяют Максимально Внутри Братюнь В цехах И тут же Братюнь Из другого города Например Вот шиш вам В Антверпене Вы нас не поддержали На прошлой неделе На войне Ну да Мы вам заказы не отправляем Отправляем в Выпор Ну условно Это совсем условно говоря По сути Вот экономическая система Была основана на том Что взаимодействовать И городам И цехам Необходимо было Внутри своей Корпоративной Сети Из этого Рождается Огромная Корпоративная Лояльность А с коррой Корпоративной Лояльностью Что рождается В профсоюзе Опа Винучку Да То есть Фактически Появляются Кассы Взаимопомощи Ну слушай Все таки Классовая борьба Это вообще Отдельная тема Ну понимаешь Это такая Вот совсем Основа Основа Когда первые Первые строчки Появляются Когда появляются Вот эти вот Кассы Взаимопомощи Естественно Это еще не Профсоюзы Будущие Но по факту Они занимаются тем Что работники Цеха Подмастерия Которые устраиваются В этот цех Там ученики И мастера Если у них Не хватает Заказов Не хватает Работы Чтобы заработать Денег на еду На пропитание На согрев То есть Они хотя бы Будут обеспечены Миской супа И краюшкой хлеба С голоду Они в городе Не умрут А крошка жена А это крутись Как хочешь Ну да Но опять же Есть интересные ситуации Обращаемся К нашим Кожевникам В отдельных Ремеслах Например Указывалось Что Конкретно Мастером Быть может Только мужчина И вот тут Прослеживается Более глубокое Кооперативное Влияние Мы читаем Дальше И находим Там упоминания Что Например Мастер Может брать Себе Ученики Двух Трех Человек Если Это Не его Дети Внимание Мы берем Жену Восемь детей Отлично Восемь парней У нас Много Подмастерья В итоге Будет Ну то есть По сути Они будут Учениками Потом Они станут Подмастерьями Если папа Зарабатывает Хорошо Кому-то Из подмастерьев Он конечно же Купит Собственность А дальше Даст ему Возможность В роли Подмастерья Заработать Необходимую Сумму Для того Чтобы заплатить Первичный Взнос за ремесло Первичный Взнос Магистрат Первичный Взнос Стражником Чтобы не обирали Ну и там Короче Взносов Был миллион В общем Заработал Открыл Свою мастерскую Купил Предметы Купил Потом ты стал мастером Да И все И крутись как хочешь Вот На самом деле Это был Обеспечен Ну В общем Этот процесс Был сложный По факту Если у тебя Есть дети Детей ты ремеслу Обучать можешь Причем Многим Кожевинам Ремеслам Можно обучать Было и дочерей Да Это уже идет Развитие Корпоративной Семейной Ремесленной части Как говорил Доминик Торетто Семья Превыше всего Да Пейте только Корону Это была реклама Пива Корона Василия И меня И Доминика Торетто И Доминика Торетто Накладные лысины Доминика Торетто Семья Продолжаем разговор Итак Можно обучать Женщину При этом Идет Разделение Иногда После смерти Мастера Цех Ну не цех Даже мастерскую 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 Магла возглавить Женщина При этом При этом В некоторых Цехах Разрешалось Ей брать Учеников Если она Училась У своего мужа В некоторых Не разрешалось То есть она До своей смерти Возглавляла Эту мастерскую Потом мастерская Переходила По наследству Кому-то Из наследников Мужского пола Мужского Либо женского И опять же Там было Много нюансов Будем разбирать По отдельным Мастерским И статутам Интересно Что кому-то Можно было Женщину Взять У учеников Обучить Его И выпустить В люди Кому-то Нельзя было Некоторые Ремесла Начинали Формироваться Параллельно То есть Например Вот ты Кожевник У тебя Есть ученики Мужчины У тебя есть Мастерия Мужчина У тебя есть Жена А жена Такая классная У тебя Женщина Справляется Со всем Хозяйством Она еще Попутно Быстренько Переженила Всех Учеников Припрыгла И к делу Вот У нее Есть пара Дочерей Которых Она тут же В строй Поставила И она Такая Смотрит Хоп-хоп У меня Есть 3 часа В день Свободных А это Много И Она такая К мужу Денег дай Кто дает Денег А она Платит За какое-то Мелкое Ремесло Например Она начинает Изготавливать Какие-нибудь Булавочки Она Во-первых Она отучилась На это Ремесло Муж тоже Заплатил За башня А может Быть Она Является Дочкой Ремесленникова Занимающегося Изготовлением Конкретно Этих Булавок И в общем За нее Поручился Папа И еще Двое Друзей Папы Все Внесли Нужное Количество Денег Ей Разрешено Производить Маленькое Количество Конкретных Булавок Конкретного Размера И она Начинает Мутить Бизнес То есть Это уже Прибыток В семью Идет Пришло В семью Да Понимаешь При этом Разрешает Например Взятие Одного Двух Учеников Один Два Ученика Это Оплаченные Ученики На 5-7 Лет Вперед Плата Вносится Вперед За 5-7 Лет За еду Кров И обучение Это деньги И все В семью А еще Самое главное Это прекрасный Элемент Которого Она Лично И ее муж Могут Бить Наконец-то И заставляет Работать Какие прикольные Средневековые Игрищи Мне очень нравится Что вообще Ученика У мастера Мог бить Мастер И его жена Если Он Поручит Это жене То дело Есть А вот Подмастерье И другие Ученики Ученика Бить не могут Ну естественно Как бы Дедовщина Я уверен там была И ходит мастер Такой бухой Там все дела Парень Накажи себя сам Выставляет кулак И тот лицом Бьется Души себя Оно самое Моей рукой Моей рукой Души себя Души пока не умрет Убрал нахер лапы Культурнее Мы же в приличном Обществе Итак Дальше Веселая история Кроме того Что Ученику Приходилось Терпеть Некое Насилие Физическое Его конечно же Учили Учеба происходила Скорее всего Следующим путем Я тут внезапно Случайно Это регистрировал В выходные Приехал я к семью Азофелю Потусить Приехал с мразным Отрядом И организовал Тут же Фактически Работу Цеха партных Сидят ученики И краят себе Там брэ Там еще Кали И учат Шов ровнее Подворачивай Как надо И я все Скорее всего Как их учили Начнем с того Что Когда ты приходил В ученики За тебя платили За то Чтобы тебя одевали Кормили И скорее всего Первую одежду Например В цехе партных Ты шил себе сам То есть Тебе вот ткань Вот выкройка Кроится вот так Мастер показывает Как кроить Обращу внимание Что мастер в мастерской Всегда занимался В первую очередь Раскроем Это была Самая главная Его обязанность И вот он Учит Так раскроить Тут вот Показал два шва Тут начинает Шить И соответственно Стоит над ним Он в упоре Так усиленно Ну естественно Как бы они еще Нагружались Определенной домашней работой Но при этом Они были Ученики В самом наилучшем положении По отношению Ко всем В цеху В мастерской Почему Потому что мастер Думал о том Как обеспечить Его миской Супа Краюхой хлеба Теплым углом Водой И дровами Представляете Вода И дрова Это был тоже товар Питьевую воду Привозили Ее надо было покупать То есть Вот этот Весь процесс Весь этот Головняк Ложился на мастера А ученик Только как бы Терпел побои И учился И работал Много На мастера Долго Все 7 лет Некоторые Ремесла Были очень простые То есть Его за год Обучили А дальше 6 лет Он просто работал На мастера Профит Вот такие Странные Сложные Истории Происходили У людей В процессе Обучения Разным Ремеслам Опять же Конфликтные Ситуации Которые Возникали Постоянно Между Цехами Это Неизбежность Ну Во-первых Такое Дробление Нужно было Сохранять Постоянно И поддерживать И самое Главное Именно Это Дробление Обеспечило Выживаемость Людей Проживающих В городе Не только Горожан То есть Которые Владели Собственностью Имели Права Но и Подмастерьев Которые Часто Жили На арендной Плате Учеников Которые Приехали Учиться Заплатили За учебу А самое Главное Они могли Производить Энное Количество Товара По заказу Магистрат Или Снавтых Людей А также Обеспечивали Энным Количеством Товара Например Точки Общепита Таверны И кабаки Таверны И кабаки Да Ну что ж Мы сегодня Занырнули Немножко Еще в историю Ремесел Средневековых Попробовали Разобраться В структуре Того Как мы Жили бы В 13 веке И как быстро Мы там сдохли Быстро Очень быстро Никуда бы мы Не смогли устроиться Ну вот как-то так Спасибо вам Дорогие друзья Это был канал Комнатный рыцарь Спасибо всем Что пришли Спасибо вам большое Спасибо большое Таверне И дяде Герлте Вам большое спасибо То что вы пришли Отдыхаете здесь Чудите И Немножко Интеллектуально Просвещаетесь С нами О жизни Средних веков Нам всем Здесь нравится Романтика Средних веков С вами был Максим Игоревич Василь Михайлович Юрий Посыпанов Кастами Мы Мы уже думаем О туре Порочитаем Решаем Вопросики Вот это все Обхашливаем Да Но без музыки Сам понимаешь Без музыки Вообще Не то Понимаешь Сейчас вы посмотрели Миниатюру Как обычные Министры Трубадур Вписываются В тему Чтобы зарабатывать Деньги Да Спасибо вам Большое Дорогие друзья Средневековая Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Аби Мария Флагри Спасибо всем Спасибо